Микс Ньюс Добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну вот, не знаю, фраза «добрый вечер» с учётом пандемии, наверное, не самая подходящая, но мы всё-таки будем оптимисты, будем надеяться, что всё наладится, жизнь наладится. Сейчас у нас в гостях замечательный человек, директор Рижской Украинской школы, Лидия Кравченко. Добрый день. Добрый вечер. Сколько вы вообще в педагогике? Ой, я боюсь сказать, а так прихорашивалась и шла к вам, конечно, 50. Полвека? Да. То есть на ваших глазах, наверное, система образования, хотя считается, что образование будет консервативная сфера, но тем не менее, видимо, на ваших глазах большие перемены происходили. Вот как вы сейчас смотрите на эту систему образования с учётом того, что, знаете, как из серии, любую информацию можно за несколько секунд, как говорят, загубить? Можно я немножко развеселю, Рабик? Потому что все говорят с годами, что изменилось, как изменились дети, как вы работаете с детьми. Да. Но вы занудствовать категорически отказываете. Конечно. Ну, во-первых, не занудствую. Во-вторых, никто ничего не изменился. Всё как было, так и есть. Такие дети, как и были, эмоциональные. Не надо говорить, что дети другие, да? Абсолютно. Я бы хотела, чтобы, если вы прислушались ко мне, родители, которые говорят, «Ой, мы были другие», да все были всегда одинаковые. И в каждом возрасте ребёнок по-своему интересен, в каждом возрасте по-своему капризен, в каждом возрасте по-своему воспринимает и знания, и умения. Всё это просто возрастные дела. Да. Ну, вот всё-таки, тем не менее, вот сама методика образования, как вот, что у вас меняется, допустим, вот в вашей школе? Ну, вы знаете, у нас очень много что изменилось. Ну, во-первых, мир стал доступен. Доступен не только тем по передвижению. Мы уже всё не боимся ездить за границу. Открылся железный занавес. Мы используем интернет. Если говорить о школе, то, конечно, очень много что изменилось. У нас оборудование в школе, у нас интерактивные доски. Учитель тоже должен уметь это делать. Бывает чаще, что ты спрашиваешь даже у ребёнка. Вот я, например, в Фейсбук знаю, что это такое, а там другие какие-то каналы нового вещания. Я не знаю, я спрашиваю у детей. А вы где? Они говорят, в Фейсбук это уже всё не то, надо уже идти. Как она называется? Даже забыла, это самая большая сейчас сеть, где сидят в ней все. Ага. Да, и вот они говорят об этой сети. Уже больше не Фейсбук, не Инстаграм. Да, уже Фейсбук, вот Инстаграм это кое-что. А какие-то молодёжные ещё сети. Вот мы пытаемся об этом говорить. То есть вы пытаетесь прямо со школьниками на равных. Расскажите мне, да? Да. И вы знаете, это нормально. Я это правда не умею. Но дети рассказывают, и они много что знают лучше нас. Они научились коммуницировать. Не надо по этому поводу комплексовать. Правильно? Вы знаете, они перестали бояться не знать чего-то. Это, наверное, самое главное. Если раньше это было... Сейчас родители больше боятся, что их ребёнок чего-то не знает. Или они сами. А учителя боятся, что они чего-то не знают? Конечно. И я боюсь. Да? Конечно. Мне неудобно вроде бы, что я не умею так быстро по интернету, в интернете работать. Я не так быстро печатаю, как они. Я совершенно не понимаю эти переписки в телефоне. Я их не пишу. Потому что мне надо это сделать медленно. Они это делают с закрытыми глазами. Раз-раз по WhatsApp быстренько, да. Везде, да. Но я этому научилась, конечно. Но это не так быстренько, как они. И у них лучше получается. Я почему спрашиваю? Мы знаем. Но сейчас, правда, ещё заседание правительства продолжается. Ждём, какое решение они примут. Но есть один из вариантов, который сегодня уже был озвучен. Как проект ещё, конечно. Что, возможно, продлят эти школьные каникулы, которые у нас в понедельник начинаются. И после этого школьникам предложат заниматься виртуально, скажем так, на удалении. Атталина, это так было сказано. Ваша школа к этому готова? Ну, если сказать, что мы абсолютно готовы. Конечно, нет. Конечно, нет. Мы абсолютно не готовы в таком плане, в абсолютном понятии. Но мы работаем с девами ЛВ. Наши дети знают, что такое Э-класс. Что такое. Мы даём задания. Мы переписываемся с учениками. Если надо, мы работаем в Скайпе. Мы даже с Украины лекции слушаем по Скайпу. Нам профессора, которые не могут приехать, иногда читают лекции. Это интересно. Но мы тоже, как и вы, и как все, сейчас сидим и ждём, как будет. Поскольку я информирована, Украина, Киев закрыла все учебные заведения. Все учебные заведения. От детского сада и уже Житомир закрылся. То есть не только Киев, да? Да, не только Киев. Многие города закрыли учебные заведения. Конечно, сегодня у меня было совещание, и мы говорили о том, как это сделать. И мы понимаем, что мы тоже уже будем учиться. И мы не боимся этого. Мы всё время учимся. Мы будем учиться, как не напрягая. Мы сейчас всё время говорим с родителями. У меня ходят в бахилах. Но это уже не первый год ходят в бахилах. Но мы сейчас чаще моим руки. Мы поставили дополнительные дезинфицирующие средства. Ну да, всё-таки большое скопление людей у вас, да. Как в любом учебном заведении. Учителей сейчас стало модно детей привозить в школу, каждый день контактировать с учителем. Я думаю, что это хорошая метода. И в то же время страшно, потому что едут, приезжают. Но мы поставили, мы и родители ознакомились с тем, что, господа, если вы едете куда-то, школа должна знать. И я полагаю, что у нас интеллигентные родители и понимают. Но у нас есть и дальнобойщики родители, которые ездят и работают. Не знаю пока, вот мы, скажу вам, спокойно смотрим на всё это. Но мы готовимся. Школа готовится, поскольку, контактируя и с родителями, врач у нас на готове. У нас мы все на готове. Как будет, что будет, мы, наверное, сможем и по интернету. У нас есть интернет-класс, у нас опытные учителя, которые умеют с ним работать. Видимо, какие-то задания ожидают делать, да, через интернет. Ну, безусловно, это не первый раз. И это не только наша школа, это все школы это умеют делать. И я думаю, что Латвия достаточно продвинутая школа в этом плане. Вот сейчас такое мнение распространяется, что есть два мнения. Одни говорят, как обычно, люди говорят, что вот мы в наше время так учились, не разгибая головы. А вот здесь что за учеба? Это одна категория родителей в том числе. Ну, ладно, бабушка и дедушка, может быть, отдельная история. Вторая категория, наоборот, говорит о том, что, ой, дети так загружены, по 8-9 уроков еще, там, не знаю, в 4-5 классе, там уже потом по 10 работают больше, чем родители. Вот зачем так нагружать? Кому это надо в таком объеме 12 лет? Вот я понимаю, что вы как профессионал, ну, я вас никакой из этих категорий не хочу толкнуть, но как вы считаете? Потому что сейчас мы видим реформы на реформе, реформы уже сложно посчитать, и реформа содержания, языковая реформа, и такая, и такая. Ну что, что за много, то нездраво. Это говорят, и это понятно. Иногда мы усердствуем школа, чтобы быть получше. Очень часто усердствуют родители, те кружки, которые в школе не так востребованы, ведут в музыкальную школу, на гимнастику, это все одновременно. Эти ребята устают, и мы видим уставших детей. Но если говорить о том, насколько изменились дети, я в самом начале сказала, что дети всегда были, есть и будут одинаковыми физиологически, уважаемые родители. Они могут быстрее принимать решения, если вы их этому научите, а мы подучим. И ответственностью. Они достаточно ответственны, если говорят, что наши дети стали какие-то инфантильные. Ничего подобного. Они долго учатся, я смотрю, старшеклассники, они серьезно подходят к выбору профессии. Они сейчас очень много говорят о профессиях, о будущих профессиях. И мне сложно... В принципе, они уже готовятся, да? Да. И мне очень сложно, мне, как директору школы, как человеку, которому приходят советоваться и родители, и дети, что-то подсказать. Вы знаете, я раньше думала, что вот технологии. Я всегда говорила, господа, учите детей технологиям, отдавайте мясное производство, продукты и так дальше. Может, за технологиями будущее, да? Это я так думала. Так. А теперь я так понимаю, что уже эмоциональный интеллект преобладает. И многие, я уже подсчитываю такие вещи, что это все намного важнее и сложнее, чем технологии, поскольку будут роботы это делать. И на сегодняшний день вот этот вот момент, я даже не могу сказать разгубленности, видите, потеряла слово, неопределенности родителей. Мы тоже учителя это ощущаем, потому что, знаете, всегда было золотое слово учителя. Сейчас оно все-таки, я не могу сказать, что девальвированный, но для того, чтобы что-то посоветовать, нам надо очень хорошо подумать и очень много почитать. Да, но жалко, что, может быть, что вот престиж учителя снижается. Мне кажется, совершенно неправильно, потому что какие бы ни были технологии, что бы ни менялось, но все-таки, вот как раньше было на селе, там, не знаю, доктор, врач, ну, самые все-таки уважаемые люди. Все-таки это что, вам кажется, это просто, не знаю, время такое или как-то государство виновата, что учителя должны, не знаю, куда-то ходить, какие-то профсоюзы просить, ну, дайте нам прибавку, заработное платье и так далее. Притом же у самих политиков, да, но тоже есть дети, есть внуки, они ведь не в космосе живут, не все уехали за границу, я так предполагаю все-таки. Я думаю, что вы очень правильно говорите, но я не знаю, я вас немножко, Габи, наверное, Абик разочарую. Дело в том, что наши взрослые люди, наверное, разочарованы тем, что учитель, это было какое-то светило, и мы несли знания. Я уже вам сказала, что мы делимся знаниями, есть вещи, которые ученик знает больше. Если говорить об оплате, я как директор школы очень хотела бы, чтобы эта зарплата была выше. Очень большая проблема мотивировать учителя идти работать, и эта работа эмоциональная, и она изнашивает нас, но тем не менее учитель всегда молодо выглядит. Вы понимаете, мы работаем с детьми, и мы вот этот вот тонус, которым они нас держат, он, наверное, я с большой благодарностью к нему отношусь. Но я так надеюсь, что нас услышат, что услышат те, кто эти деньги раздаёт, я другого слова не хочу сказать. Как это так до сих пор зарплата учителя маленькая? Где же я могу взять учителя на 700 евро? А те, которые не работают на полную ставку, нет просто часов, если. Это и того меньше. Где взять такого учителя, если сегодня продавец меньше зарабатывает, больше зарабатывает, отработала и ушла? Я как директор школы, вы не представляете сколько, я всё время сижу в ССЛВ, я ищу учителей, в школе есть детский сад. То есть ССЛВ у вас как домашняя, как настольная книга? Да, каждое утро я смотрю, потому что мне надо учитель физики, я его ищу. Ой, это дефицитная профессия, да. Говорю вам, как есть. Учитель латышского языка, слава богу, пришла очень интересная, а у меня мои замы, они латыши и имеют право читать, поэтому я сегодня и зам, и они замы, и директор в одном числе, а они учителя и замы, для того, чтобы реализовать программу. То есть они тоже преподают? Много. Понимаете, они преподают много. Это не только у меня, это сейчас все школы переживают. Я звоню коллегам на больших совещаниях, я объявляю, мне надо учитель физики, а все ха-ха-ха, а нет учителя и у меня нет, и у меня, и у меня нет. То есть это смешно уже, но это страшно. Я предлагала в свое время, чтобы открыли здесь педагогический институт Риги, в Риге. Меня немножко не поняли. Я говорю, почему в Лепое есть пединститут? Почему есть в Энспилсе высшая школа, где педагогическое образование получают? Почему Рига это не делает? Которая может построить общежитие, где будут учиться студенты и работать в школе. А мы сейчас, это я не знаю, я думаю, у департамента головная боль, я знаю, что у Бурова все время мы говорили на эту тему, у мэра. Мы во все, где бы только ни говорим, в министерстве, поскольку я в консультативном совете. Первое, о чем я громко заявила министру, что мы можем о преобразовании говорить сколько угодно, но у меня в хорошей школе нет учителя латышского языка. Она сказала, я пойду к вам работать, но не дошла. А, министра была буквально готова поработать. Да, но не дошла. Но вы ее ждете по-прежнему. С удовольствием, пусть приходит. Да. Кстати, иногда может быть хорошо, если там министры, вообще политики приходят в школу, не только перед выборами, а вообще приходят в школу. И даже может попытаться перед классом постоять с какой-то лекцией, вопросы им зададут школьники. А иногда такие вопросы зададут, что, может быть, даже и в тупик поставят одного другого политика. Вот еще, говоря все-таки о содержании образования, вы мне перед началом эфира сказали такие две важные вещи. Ну, первое, что все-таки у вас четыре языка в школе, буквально с первого класса. Вот как дети? Как они воспринимают? Ну, с одной стороны, мы все знаем, что в детском возрасте языки как-то усваиваются легче. Но, тем не менее. Ну, знаете, все ждут, что я скажу, что это просто или это очень сложно. Это абсолютно естественный процесс. Если есть личностное взаимоотношение, то я разговариваю с детьми украинской мовы. Тяжко им, челегко. Я тогда показываю, если они не разумеют. Но я это делаю доброжелательно. Я с утра стою там на входе, я смотрю, как вся школа пришла, в каком настроении. То есть вы встречаете учащихся, да? Да. И вы понимаете, когда они чувствуют безопасность того, что им можно сказать неправильно, что их никто не поправит, не одернет. Вот это очень важно, дети боятся. У меня был ученик, который очень долго не слышал слова «до побачення», а он говорил «до ко бачення», то есть «кав» вместо «п». Никак не мог. И никто, ничего. А потом он понял это, он заговорил так, как надо. То есть ребенок должен быть в безопасности в школе, не бояться учиться, не бояться ошибиться. И эти четыре языка тоже очень важно, какой учитель преподает. Это очень важно, доброжелательное отношение к ученику. Конечно, сложно. Первое время путаются, а потом наши дети очень грамотно пишут. Это удивительная вещь. Удивительно, потому считается, что очень много языков как бы начинает все путаться. Ну, сначала, да, безусловно, путаются. Так же, как и А, О в русском языке. Целая куча русских путает. Пошел, пошел. Ну, конечно. Поэтому это сложно, но это же, еще раз повторяю, это доброжелательность. Это хорошие, если есть методические материалы, это и пластинки, и книжки. Это очень важно, потому что… Когда добрый библиотекарь, симпатичный, многоязычный. У вас есть такой, я так понял. У меня и английский она знает, и с детьми занимается, и русский, и украинский, и латышский. То есть сейчас это, вы понимаете, это абсолютная норма. Мы, старшее поколение, себя хуже чувствуем, поскольку мы не можем перейти с языка на язык. Вот я могу в трех языках перейти, скажем. А есть те, кто и в четыре? А английского я не знаю, признаюсь вам. Но когда надо, я могу разговаривать на пальцах. И все друг друга понимают. Да. Вот все-таки еще такой вопрос, который я хотел вам задать. Пожалуйста. В завершение такой языковой темы. И тем не менее, вот у школ нацменьшинств, наверное, ну, практически у всех, у кого может быть там русский школ, все-таки есть одна определенная, ну, не знаю, трудность. Ну, мы понимаем, что для каждого языка очень важна языковая среда. Да. Понятно, что на русском языке она есть, на латышском она есть, в Латвии. Наверное, на украинском это что? Это фактически в школе. Не все ведь дома даже из родителей говорят на украинском языке, да? Спасибо за вопрос. Он действительно очень актуален. Это правда. Я в свое время говорила тем украинцам, которые здесь, в Латвии, что я выполняю мамину работу. Они дома тоже говорят по-русски. И очень многие в Украине первый язык русский. И мы каким-то образом искусственно создавали эту среду, чтобы этот язык возобновить, мотивировать родителей дома говорить, читать книжки на украинской мове. Но на сегодняшний день вы себе не представляете, даже наша украинская школа, у нас есть группа детей, которые между собой говорят по-английски. Слышите, Абик? По-английски. Есть те, которые по-итальянски. У меня трое итальянских детей. У меня азербайджанские дети есть. У меня грузинские дети есть. Которые готовы. То есть они такие уже билингвалы, билингвалы, да? Да. Вот у меня Туран, азербайджанский мальчик. Он не говорил ни на русском, ни на каком. Сейчас он говорит на русском, а со мной пытается по-украински, поскольку с моим внуком дружит в подготовительной группе. То есть вы понимаете, сейчас отношение к языкам, я вообще призываю всех родителей, перестаньте бояться языков. Не бойтесь латышского языка, ваши дети узнают. Но если они будут знать, что этот язык им даст возможность работать министром, он должен захотеть стать работать министром. Действительно. Почему нет? Почему чиновников русских очень мало? Русскоязычных я имела в виду. Дайте ему уверенность в том, что он говорит хорошо, что он может претендовать на это место. Учите их, помогайте им. А у нас идут эти беседы, которые меня утомляют. Я не говорю на эту тему в школе. Я спрашиваю. Вы хотите, чтобы ваши дети говорили на четырех языках? И были конкурентоспособны. Отдавайте. Не хотите – нет. Я горжусь. Мои девчонки замуж выходят после школы. Они получают высшее образование. Они работают. Они могут создавать много что. Не разочаровывайтесь, пожалуйста, в своих детях. Вот это замечательно. Такое может быть перед паузой короткой. На рекламу не переключайтесь. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Только что закончилось заседание Кабинета министров. Неочередное заседание правительства, которое объявило чрезвычайное положение в соответствии с законом о чрезвычайной ситуации. Подробнее в новостях уже, наверное, в 6 часов мои коллеги расскажут. Но одно из таких решений, которое коснется напрямую, в том числе, все учебные заведения, школы ваши, в том числе, после каникул будет организовано обучение на расстоянии. Вы уже сказали, что, в принципе, вы готовы. Мы это ждали. Скажу вам, Украина это сделала, я вам уже сказала. Сейчас я ждала, что и Латвия это сделает. Всеорида других стран я знаю. Просто до 5 часов я была на работе, сидела в интернете, смотрела. Мы не знали, но мои замы готовы. И все знают, что мы сейчас объявим через Э-класс. Только я не знаю на завтра, во-первых, что делать завтра. Выходят наши ученики в школу или нет. Что сказать учителям, работают ли они в школе или как. То есть я, как директор школы, у меня есть куча вопросов, которые я после беседы с вами, наверное, попробую узнать и дать распоряжение в школе. Да, но вот то, что сейчас бегло, то, что я читаю сообщения агентства Лето, что с 13 марта переводится, то есть уже фактически с завтрашнего дня. Ведь завтра, я так понимаю, был последний день перед каникулами школьными. А еще, наверное, вопрос, который тоже, я думаю, вы будете задавать в департаменте, что делать с теми, у кого выпускные классы, 9-й, 12-й, я так понимаю. Да, тем более у нас экзамены. Сейчас экзамены и консультации. Вряд ли экзамены можно проводить государственные, централизованные, заочно, сидя дома. Что-то я такого еще не слышу, по-моему, законодательство даже не предусматривает это. Невозможно. Пока еще мы не можем именно чисто технически это сделать. Мы не готовы. Я думаю, все возможно сделать через компьютер. Но мы не готовы технически. И эмоционально тоже. Конечно. Как-то дети будут в стрессе. Я не могу, Абик, ответить на ваш вопрос, как мы себя поведем завтра, послезавтра. Я думаю, будут консультации. И сами придумаем, и поспрашиваем, как дальше поступать. Но вот я до пяти часов не дождалась, чтобы дать распоряжение. Сейчас буду после беседы с вами принимать решение тоже. Да. Вот еще до ведения чрезвычайного положения, мы с вами говорили до эфира, так время быстро меняется. Вы сказали такую, бросили фразу, что вы все-таки не сторонник вот этих домашних заданий. Я понимаю, что это такая тема практически уже вечная. Кто-то сторонник, кто-то не сторонник. Одни родители говорят о том, что достаточно нагружены дети в школе, приходят домой, у них вообще нет детства, не успеют покушать, отдохнуть. Многие же еще занимаются в разных кружках и спортивных. И быстрее за домашнее задание, и потом уже быстрее спать, потому что опять завтра утром вставать. Вот такой конвейер. Вы знаете, мне страшно. Теперь я буду знать, что перед эфиром ничего нельзя вам сокровенное рассказывать. Да. Да. Журналисты не умеют хранить секреты. Так вот я так поняла, теперь я уже убедилась в этом. Дело в том, что да, я противник в начальной школе задавать задания. Они должны быть творческими, задания дома, чтобы можно было вместе с родителями, я очень настаиваю это в школе делаю, ну в школе, проводить интенсивный интересный урок. И задание ребенку дома должно быть интересно. Оно должно быть интересное родителю. Где-то что-то найти или рассказать про какой-то мультфильм, описать этот мультфильм словами. Тогда это интересно родителям и детям. А если дома он сидит и пишет, потому что правописание, ну это очень сложно. Мы в начальной школе, первые, вторые классы мы не задаем, у нас есть еще и группы продленного дня. Мы стараемся реализовать все там, а я настаиваю, чтобы они в это время гуляли на воздухе. И всех призываю к этому. Потому что ребенок в любом случае усвоит все, что ему надо усвоить. А языки, если вы будете включать латышское телевидение, он быстрее освоит этот язык. Мультики на латышском языке или на английском языке, он быстрее освоит. Все хотят, чтобы наши дети разумительно формулировали все. И они умеют формулировать. Вы понимаете, они настолько формулируют через эти всякие мультфильмы, в которых такие замысловатые слова. Так что есть и плюсы. Да. Есть плюсы, конечно. Пожалуйста. Да, еще может быть такой вопрос. Все-таки, поскольку вы школа украинская, ну, может быть, есть такой стереотип, не стереотип, но такое мнение, что вы должны готовить, не знаю, школьников, что после учебы они, может быть, многие продолжат или учиться в УЗЕ, например, на Украине, на украинском языке. Или, не знаю, потом, может быть, поедут на работу. Ну, так, по крайней мере, вроде говорят, что вот диаспоральные школы. Ну, там вот есть же школы, очень многие, я знаю, выпускники польской школы, действительно уезжают в Польшу и учиться. И потом работают. У нас даже, не знаю, она еще министра или нет, уроженка Далгопилса была министра финансов Польши недавно, кстати говоря, тоже закончила польскую школу мельчинственную в Далгопилсе. У вас какие-то тоже, наверное, премьеры и знакомых, которые все-таки и в Украине, может быть, сделали карьеру. Карьеру? Да. Конечно. Это наши, наши граждане. То есть вы с ними какой-то контакт поддерживаете? Безусловно. Безусловно. Но я знаю, что вы хотите спросить, являются ли они спонсорами. Нет, они не являются спонсорами. Я просто вообще, действительно, как дальше судьба складывается у ваших выпускников. Это интересно, да? Если честно признаться, большинство остается здесь, в Латвии. На Украину было время, когда у нас были даже квоты на поступление. Многие из них остались дипломатами и в Украине. У нас заканчивали международные отношения в Украине. Сейчас есть дипломаты, которые в латвийском посольстве в Украине работают. Здесь, в Латвии, работают дипломатами уже. У нас есть банкиры, которые остались в банках латвийских, ну, пролатвийских, скажем, в Украине. У нас много детей, которые учились там. Ну, слово много – это, наверное, со всех человек 15. А в основном у нас учатся здесь, заканчивают учебу и работают здесь, в Латвии. Уезжают за границу учиться. Наши дети свободны, ну, способны учиться везде. Да не только наши. Я думаю, все дети способны освоить, как мир поставит, какие условия поставит мир. Дети способны это освоить, если мы им поможем. Если мы им не помогаем, если мы тормозим их развитие, если мы все время недовольны ими, если мы сомневаемся в них, тогда ребенок не освоит ничего. То есть мы его должны поддержать всегда на любой пути, на любом пути к нему, его в развитии. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос, который тоже, я думаю, и вам задают. Вот я понимаю, что такая… Ну, пока не задает никто. Европейская система. Но, тем не менее, 12 лет в школе. Ведь это тоже вы, наверное, сталкиваете, 12-классники, в принципе, взрослые люди. У многих уже даже семьи, и бывают и дети. Я за. Я вообще считаю, что это среднее образование, оно должно быть 12 лет, и было бы неплохо, если бы это классический вариант был гимназий, где 13 лет обучения. Знаете почему? Потому что они начинают понимать, что собой ученик представляет. Они уже критически осмысливают. У нас сейчас есть очень хорошие возможности карьерного образования, рассказать о карьере. То есть это время. И эти ребята уже становятся взрослыми. Вы знаете, как мне нравится, как я вижу, когда они становятся взрослыми. Когда я строго что-то говорю, а парни чуть-чуть иронично на меня смотрят и слушают. Добрая пани Лида. Хорошо пани Лида. Это замечательно. То есть вы понимаете, я чувствую себя женщиной, и в то же время я понимаю, что эти парни взрослые. И я вижу, что он взрослеет таким образом. Поэтому для меня 12-летка – это самое разумное решение. И когда там хотят перепрыгивать из класса в класс, они должны психологически взрослеть. И уже действительно старшие парни, которые встречаются с девушками, девушки встречаются. Просто есть вещи, которые нельзя и нельзя никогда, скажем, высказывать публично свои личные эмоции. Ну, мы учим этому всему. Но я понимаю, они влюбляются так же, как мы влюблялись в 10-м классе, так они влюбляются и в 11-м, и в 12-м. Все в порядке, вы к этому философски относитесь. Абсолютно. Я думаю, что все учителя и директора философски относятся. Просто мы не всегда понимаем, что они очень взрослые. Мы иногда думаем, детенка, детенка. А вот обучение в 6 лет, вот ваше мнение с учетом вашего педагогического опыта. Ну, своего я не отдам в 6 лет, внука. Сразу вам скажу. Ребенок, понимаете, у нас меняется система образования. Вот когда она поменяется полностью, когда придут молодые учителя, которые могут на корточках просидеть 40 минут с ними, тогда я согласна. А когда мы после 50 тети и бабушки, которые встать, сесть так мы не можем и так интенсивно провести урок, я против. Поэтому сейчас переходят детские сады, переходят группы продленного дня, детские сады на новую систему образования. Когда мы материально все это обеспечим, тогда это все возможно. И ресурсами. То есть тогда должен быть молодой учитель, который вместе с ними скачет на скакалке, валяется, лежит, разговаривает доверительно. Тогда да. То есть я считаю, что наше образование, да, 7 леток. Когда зубы поменялись уже, уже он может высидеть какое-то время, когда не будет урочной системы такой, как у нас. Я очень об этом мечтаю. Да, вот здесь по системе WhatsApp пишут тоже комментарии. Ваша собеседница очень уважаемая и интересная. Спасибо за наличие убеждений, основанных на логике и опыте. Ну что ж, это действительно так. Поскольку вы преподаватель математики, да, вы сейчас больше занят административной работой, но не могу не задать вам такой вопрос. Но в какой-то момент, может быть, 90-е годы, мы как-то упустили вот эти естественные науки. Кто-то, может быть, гуманитарист сказал, «Ох, слава богу, меня избавили, там, не знаю, от математики, от физики, вернее, ну не полностью, но минимально. Не экзаменов не надо было сдавать на каком-то этапе». Вот эти пробелы чувствуются, как вам кажется, сейчас? Нет. Я вообще нетрадиционный, наверное, директор. Вы понимаете, это коронавирус. О нём говорят, но его нет в таком понимании, как мы думаем. Я не видела ни одного такого больного. Но я не видела бы, что математическая наука в мире куда-то пропала. Вы понимаете, не все могут быть математиками. Да, это понятно. Поэтому естественные науки, да, мы учили иначе. Знаете, квадрат первого числа плюс квадрат удвоенного числа и так дальше. Первого на второе. Мы должны были всё это проговаривать. Да, в математике это очень важный момент. Но, вы понимаете, мы всё время делаем из чего-то какую-то страшилку. Но нет этой страшилки. Вы понимаете, нас измеряют, нас меряют. Кто как быстро читает. Один читает медленно, но он знает, что он прочитал. Второй только рассказал. Третий, скажем, схематически умеет решить по алгоритму задачу. А четвёртый её разбирает и не успевает до конца разобрать. Но он её понимает. Он её может решить иначе, чем другой ребёнок. И это тоже важно, наверное. Конечно. Но у нас, вы понимаете, мы везде ищем какую-то статистику, которая в системе образования не должна быть. Я поэтому, наверное, с вами согласен. Вы тоже мне сказали, что вы не сторонник вот этих рейтингов. Я, наверное, с вами согласен. Потому что вот это, я так до сих пор не понимаю, а что даёт эта средняя температура по больнице? Да. Ну вот я понимаю, если речь идёт, не знаю, соревнования, ну, к примеру, частных школ из серии «Онли бизнес», да? Говорят, ну, видите, мы в рейтинге, поэтому у нас плата за обучение такая-то. С точки зрения бизнеса я это ещё могу понять. Но если мы говорим действительно о общеобразовательной муниципальной школе, ну, это место, не знаю, 22-е, там, 53-е и так далее. Это что даёт? А ничего не даёт. Вот я убеждённый директор, в которой и отдала бы своего ребёнка в безопасную школу, где нет ни насилия, где дверь закрыта, что ты не боишься, что кто-то туда явится. А всё остальное, мы всё равно специалисты и будем искать специалистов. Рейтинг, его же, вы понимаете, вот среднестатистическое. У кого-то кто-то сдал, ну, я рада, если Олимпиаду выиграли ученики моей школы, я этим очень горжусь. Но когда выбрать можно из тысячи учеников или из трёхсот учеников, есть большая разница. То есть, на мой взгляд, я даже не могу и комментировать, мне как-то сложно, мне просто это не нравится и всё. Потому что я не смогу убедить никого, многие родители читают, считаются с этим, и учителя считаются, и Рейдни тоже считаются с тем. Я нет. Вдогонку всё-таки, я так и знал, что это вызовет какую-то полемику, вот наши радиослушатели пишут о том, что всё-таки радиослушатели согласны с тем, что, может, в младших классах можно обойтись без домашнего задания, ну, а дальше всё-таки надо как-то вот детям давать возможность. Нет, я же не сказала, что мы полностью не даём задания всей школе. Но эти задания должны быть другими. Они не должны только, знаете, первое, второе, третье задания надо решить. Надо. Тогда, когда ребёнок уже осмысливает, что он работает для того, чтобы получить навыки, что тебя это развивает. Но развивают творческие работы, а навыки работают по алгоритмам. Конечно, мы даём домашние задания, и в старшей школе обязательно, они должны уметь самостоятельно что-то делать. Это самостоятельно может быть в школе. Очень многие пользуются репетиторами. Кстати, я совсем не против репетиторов, но это дорогое удовольствие. Дорогое. Лучше посещайте консультации. Сейчас каждая школа имеет огромное количество консультаций, но они не идут на консультации, а идут к репетиторам. На мой взгляд, это не очень правильное решение родителями. Да, и потом действительно иногда замечаешь, что учителя, которые дают домашние задания некоторые, они сами уверены, что без родителей тут не обойтись. И возникает вопрос, ну вы хотите, чтобы родители вспомнили свои школьные годы, или что? Для кого это домашнее задание? Не правда ли? Вот. Поэтому, чтобы там родитель сидел с удовольствием с ребёнком, это задание должно быть интересным. И когда оно интересно, тогда они вдвоём на перегонки, мама с ребёнком это делает. Стихи учит, это развивает. Это уже соревнования. Но когда идёт чистописание, и надо написать, ну не знаю, я же говорю, я не традиционный директор, поэтому со мной часто в полемике и учителя, когда я спрашиваю, ну и где, ну и как. Почему ваши дети не пишут эссе, что я прочитал или что я увидел на латвийском телевидении? На латвийском телевидении. Вот это мотивация уже сесть и посмотреть. А когда просто книжку, с которой можно переписать, ну... Или в Google заглянуть, да? Да, а Google это такая собака, зарыта. А в чём смысл этого домашнего задания? Да, вот именно. Нет, математика тоже надо и дома заниматься. Надо, можно заниматься и после уроков, можно заниматься везде. Я же повторяю, что... А должна математика меняться? Я понимаю, что задаю очень сложный вопрос. Спасибо, что вы задали этот сложный вопрос. Я полагаю, она уже изменилась. Мы уже даже теорию изучаем от противного. То есть мы даём примеры, а как вы думаете, как сложить... Отсюда выходит какая-то теорема или какая-то гипотеза. Мы уже это стараемся... Вот это блестяще, потому что, когда читаешь анекдоты, говоришь, что вот мне стукнуло 60, ну, анекдот такой, и пока косинус синусом не пригодился, я всё жду, может, пригодиться. В этом как бы добром достаточно анекдоте есть какая-то сермяжная правда, потому что иногда ты думаешь, что, ну да, формула, действительно, всё, что пригодится для жизни. Но иногда что-то было, ну, совсем такое, да, так сказать. Вы понимаете, что сейчас хорошо и что мне нравится? Наши дети научились пользоваться справочной литературой. Этим гуглом, извините, мы целую кучу, целыми платформами, наши дети знают, где что найти. Это то, что не знали мы. Нам никогда особенно справочной литературой не разрешали, мне, по крайней мере, не разрешали пользоваться ни на экзаменах, нигде. Почему? Если он умеет решить, почему ему всё это знать? Вы понимаете? А мы, наверное, вот в этом плане... И родители не понимают, поскольку они прошли тот момент, когда нельзя было подглянуть. А я противник этого. Почему не подглянуть? Он же не решение ищет, а ищет ту формулу, которую он выпало из головы. И я очень рада, что сейчас... Граду, чтобы он решил в помощи этой формулы. Потому что иному и все формулы, да, и он не решит этот вопрос. Помните этот анекдот? Кто что знает? Он говорит, ну, три способа определения инженера. Первое. Забыл, как работать с логарифмической линейкой. Второе. Забыл, как пользоваться таблицей умножения. И третье. Отдел значок. Что это значит? Это значит, что вот он забыл, как пользоваться. И его не разрешают, подсказки нет. А значок раньше у того, у кого было высшее образование, три стадии деградации высшего образования, скажем так. Одел значок, да. Одел значок, чтобы было видно. Вы понимаете, я сейчас понимаю, что я много чего-то не понимала, что сегодня высшее образование – это амбиции в первую очередь. Сейчас я даже, я же говорю, я не знаю, что сказать ученикам, чему учиться. Но я их всех агитирую к высшему образованию, за высшее образование. А дальше пускай уже не сами. Потому что амбиции. Но я стала хитрая. Я говорю, господа, ты идешь на юрфак, у тебя клан юристов в семье. Нет. А кем ты будешь работать? Я не всякого юриста возьму к себе секретарем. Иди в учителя. Иди, детка. Ты знаешь дидактику, методику преподавания, психологию. Вот так вы вербуете себя работниками. Не то слово. Я всем это рассказываю. И я не разочаровалась за все эти годы, что я учитель. Но у меня советов только вы спрашиваете. Да, но были выпускники, которые все-таки потом пришли в школу. Да, учителями я вырастила. Ваш метод сработал? Конечно. Но не все. Я бы больше хотела. У меня не учителя латышского языка, у меня есть математики, есть английского языка. Учителя и точно рванут, так сказать, в школу. Приходите, я возьму. Это точно, да. Лидия Кравченко у нас была в студии. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.